Так, вот троих вижу, а Софи не вижу. А, вон она там, в кустах. Не знаю, видно ли вам. Короче, привет! Я Энни Мэджик, и сегодня у нас такой уличный эпикулок. Я со всеми собаками своими отправилась гулять на речку. Киса Алиса осталась нас ждать дома. Можно было, кстати, как-нибудь и её взять гулять, но это тема отдельного видео, чтобы вот так куда-то с ней идти. Короче, подписывайся на наш канал, чтобы не пропускать самые новые ролики из нашей жизни, самые эпичные, и... Ай, Софи бежит! Сегодня на всех трёх каналах новые видео, и на моём канале очень классный ролик. Обязательно сходите его, посмотрите. Я там ещё подарки вам дарю. Ссылочки все оставлю внизу в описании. И вот почему я не выключаю камеру. Точнее, нет, я сначала о другом скажу. Я купила вот эту вот экшн-камеру специально для таких вот влогов, чтобы снимать... Блин, я не знаю, видно ли вам вообще этих малявок, которые куда-то на гору залезли. Идите сюда вниз скорей! Давайте! Бегом сюда бежим вниз! Ай, молодцы! Молодцы! Вот эту камеру для влогов. Надеюсь, всё будет нормально. Единственный момент, который может быть, это ветер, ну, звук. Я хочу попробовать, есть такой формат на Ютубе, без монтажа. То есть, суть в том, чтобы снять ролик меньше 10 минут, но вообще без монтажа. И сегодня я хочу попробовать этот формат. Эй, вон, ну, блин, я же тебя снимаю, ну. Хотел пометить дерево, которое находится в воде на реке. Мы прямо на реке сейчас стоим. Ой, и Васик, собаки такие собаки. В общем, я хочу попробовать этот формат. И если он вам зайдёт, если он вам понравится, то я сниму, например, неделю влогов в таком формате, но уже из дома. Кстати, так, я мечу побежала, где остальные? Вот они. Надеюсь, никто не провалится. Вроде лёд плотный, мне сказали здесь. Так, про что я говорила? У меня же без монтажа, я не буду это резать, поэтому нужно говорить прям последовательно, о чём вообще я хотела сказать. А, про дом. Если я сниму неделю влогов из дома. Я, мы недавно, кто не в курсе, заехали в наш загородный дом. И я обещала вам показывать обзор всего. Кухни там, гардеробной, какие-то покупки, новую мебель. Но, во-первых, мы почему-то... Так, где Мишаня? Сзади меня идёт. Постоянно находимся не дома, по какой-то причине волшебной, я не знаю. А, во-вторых, я ничего не успеваю там делать. То есть, ой, я начинаю проваливаться, это небезопасно. И поэтому мне, конечно, очень важно узнать, что вам больше всего интересно. Я тогда поскорее это доделаю, чтобы вам показать. Или вам интересен сам процесс. Короче, я хочу, чтобы вы написали об этом в комментариях, и я буду их читать. Но так как видео без монтажа, я не могу эти комментарии показать в видео, как обычно. А могу, буду ставить на них лайки и отвечать вам всем в комментариях. Так что обязательно их пишите, мне интересно будет почитать. Что же дальше я хотела рассказать. Так, все почему-то обнюхивают деревьями, так интересно. Обычно просто это огромная как бы вода здесь везде, и эти деревья стоят в воде. Мы не имеем возможности летом к ним подойти, а сейчас они так все с интересом тут обнюхивают, как будто тут кто-то метил до них. Ребят, пошлите, пошлите скорей. Юничок, бежим, 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 бежим. Я сейчас убегаю, и все-таки за мной бегут. Скорее, скорее. Ай, молодцы, молодцы. Смотрите, что у меня есть. Смотрите, что у меня есть. Колесо. Покемон, давай, неси сюда. Так, давай. Все трое побежали, кроме Мишани, как всегда. А че, Ивась, вон колесо. Где колесо? Где колесо? Вон оно колесо. Вот оно колесо. Так, давайте. Короче, мы недавно с Юмичу, моей самой младшей собакой. Вот она, вот она эта покемониха мелкая. Юмичу, иди сюда. Вот она эта покемониха. Буквально вот на днях вернулись с первой ее поездки за границу. Впервые в жизни она летала на самолете. Первый раз она увидела море. Но материала так много, что я до сих пор его монтирую. Поэтому, если вам будет это интересно, ставьте лайк. И я поскорее выпущу этот ролик. Постараюсь поскорее его смонтировать. Потому что там очень много всего эпичного вообще произошло. Мне очень понравилась эта поездка. Юми, надеюсь, тоже. И у многих может возникнуть вопрос, почему я не взяла других своих собак. Ну, во-первых, четырех собак на самолет взять один человек не может. Один человек может только одну собаку взять на самолет. Но мы могли, как бы, кто-то мог полететь и взять вторую собаку. Дело в том, что Эйвон и Софи, вот Софиша идет. А Эйвон это единственный наш парень, он вот там вот идет. Они уже где только не побывали. Они были, жили за границей. Они на море прямо жили. Они все это уже повидали много раз. Потому что они очень взрослые, им по многу лет. И они, кстати, брат с сестрой. Ну, я думаю, мэджики, которые смотрят канал, постоянно знают. Но на всякий случай предупреждаю. Софиш, идите сюда все. Идите скорее. Давайте. Ай, Софиша, молодец, принесла. Держи вкусняшку. Ай, по кем он прибежала. Да. Так вот, Эйвон и Софи уже много где побывали. А Юмичу еще самая молоденькая. Ей вот эти вот все развивалки нужны, чтобы она путешествовала. Разные места видела, развивалась. А вот Мишаня, собачка наша тоже. Многие могут сказать, что вот, а почему ты Мишу не взяла на море? Миша тоже море не видела. Но, кто знает историю... Да, что так? Софи отобрала. Кто знает историю Мишки, как она к нам попала. Я ее не вырастила сама. То есть, ну, у нее такое тяжелое прошлое, и характер психика немножко измененный. Вот когда мы ходили к зоопсихологу, я узнала такое, что Мишане по психологии, хотя я тоже так не могла даже подумать, ей вредно любое вот это вот какое-то необычное событие. То есть, ей нужно, наоборот, чем стабильнее ее образ жизни, однообразнее, чем больше она, вот как бы... То есть, не знаю, как это объяснить, но, короче, чем меньше у нее в жизни всяких разных событий, тем меньше она испытывает стресса. Да, Мишань? Мишань, иди сюда. То есть, вот эта поездка на море, она бы для нее была, наоборот, чем-то не очень хорошим. Хотя, кажется, что вроде как она тоже хочет видеть море, и я думала, что... Да, надо Мишке развиваться, надо ее куда-то брать. Но вот зоопсихолог даже сказала, что чем... Я не знаю, ветер, наверное, сейчас дует прямо сильно в камеру. Чем однообразнее ее день, чем как бы меньше у нее вот этих разнообразных событий, тем меньше она испытывает стресса. Я удивилась, потому что я думала, наоборот, нужно ее везде брать, там таскать. Но нет, к сожалению, вот так. Поэтому я взяла Юмичу, а Мишаня осталась дома. Юмичу-то подмерзает, хотя сегодня тепло, вот дрожит немножко. Подождите, где Эйва? Где опять Эйва? И что ты ешь с Ахитом? Листик какой-то ест. Где Эйван, а? У нас тут, кстати, смотрите, проруби вот такие вот. Раз прорубь, вот там вот прорубь. И вот там вот, по-моему, и еще вот там дальше мы... А, вот еще прорубь одна. Мы ныряли, я ныряла первый раз в жизни в прорубь. Это было так прикольно. Да что ж такое, где Эйван? Эйван! Эйван, иди сюда! И Васик! Короче, я забыла сказать... Ой, Софиша несет эту штуку. Я забыла сказать, что ставьте лайк, если вы хотите поскорее увидеть как раз видео про то, как Юми была на море, потому что там такие эпичные кадры есть. Я просто была в шоке в некоторых моментах. И вообще, как вот она в первый раз, Софи, залезла на гору. Мишанька, Мишанька! Как она в первый раз на самолете летела. Вот это все, я обязательно в скором времени выпущу это видео. Постараюсь поскорее смонтировать, если много лайков вы наберете. И в опросиках тоже голосуйте. Блин, ребята куда-то ушли. Куда ребята ушли? Эйван, Юми! Мишань, Мишань! Мишаня, вот как вы видите, она все время хвостиком за мной ходит. А в отличие от всех остальных собак, то есть они все-таки бегают как-то заинтересованно. Да, Мишань? Смотри, вкусняшка. Сидеть, Миша? Молодец! Сидеть! Лапу дает. Мишань! Мишань, нет! Сидеть! Наконец-то, покемон! Где ты была, а? Эйван пришел. Софиш, иди сюда к нам, спускайся. Давай, толстушка наша самая главная. Ай, молодец, молодец! Надо похвалить всех. Всех похвалить за то, что все слушаются. Юми, не отбирай, Миш. Юми, Юми, я знаю, что ты самая активная у нас. Мишань, сидеть. Не проси сидеть. Миш, сидеть. Мишань, сидеть. Миша теперь просит, как Юми, что? Он просто повторюшка такая. Миш, сидеть, сидеть. Вот молодец. Да, Господи. Ну, не зря говорят, что нельзя дрессировать несколько собак сразу, потому что иначе происходит вот такая фигня. Кто-то тоже хочет. Так, у меня есть еще одно колесо. А где вы первое колесо потеряли? Это второе. Пулер этот. А где первый? Софи его носила и куда-то унесла. Софиш, куда ты потеряла? Смотрите, как они карабкаются. А, блин. Софи, где еще один пулер, а? Так, сейчас я залезу. А, вот я увидела, куда София его потеряла. Зачем ты бросила игрушку? Да. Давай, пошли. Пошлите. Пошлите вниз. Мишанька боится на гору к нам сюда залазить. Ну-ка, сейчас попробуем. Миш, иди сюда к нам. Миша, иди к нам сюда. Иди к нам. Давай. Ай, молодец. Вот какая Миша, молодец. Вот какая Миша, молодец. Миш, да блин, ну Юмичу, ну что такое? Вот так у нас всегда в плане Мишки. То есть ты хвалишь Мишу, а все... Миша обратно вниз спустилась. Эйвен, пойдем. Спускаемся обратно. У нас здесь есть вот такая страшная труба. Эйвен, давай спускайся. Спускайся к нам скорее. Тык-тык-тык. Юмичу, иди сюда. Помнишь, как ты здесь прыгнула в речку? А? Пошлите. Пошлите сюда. Страшную трубу. Перейдем на ту сторону. Сегодня погодка нам позволяет гулять. То есть не очень холодно. Пойдемте. Пойдемте все. Вон Софи идет. Не знаю, сейчас камера возьмет, что здесь достаточно темно. Пойдемте. Так, я вылезла. Ой, я провалилась. Софиша вылезла ко мне. Молодец. Молодец, Софиша. Миша, молодец. И Юмичу с Эйваном тоже ко мне вылезли. Молодцы. 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 А я провалилась. Просто тут уже тает. Надо нам, наверное, аккуратнее. Эйван, Эйван, Эйван. Короче, сегодня погодка такая более теплая, поэтому я не одела даже собак. Юми, это что было? Ты что, типа пометила, что ли? Юмичу. Обратно идем. Пойдем, Мишань, скорее. Я их даже не одевала сегодня. Хотя обычно, когда зимой мы гуляем, я их одеваю. Но сегодня тепло. Прям, мне кажется, даже плюсовая температура. Уже все скоро растает. Так, здесь по льду аккуратнее. Вот, молодцы. Молодцы. Вообще, какая-то, мне кажется, очень странная погода в последнее время. То тепло слишком, то очень холодно, то какие-то ураганы. А что, покемон, ты хочешь? Ты не принесла. Давай, Софиш, мне. Вот, молодец. Юмичу, давай. Давай, покемон, неси. Ай, Софи, покемон, молодцы. Эйвен вообще там сам по себе куда-то бесконечно уходит. Миш, Миша вообще не реагирует на игрушки. Я пытаюсь ее приучить к ним, но она никак вот не хочет приучаться. Поэтому я начала понимать людей, у которых... Юми, ну ты вообще наглешь. Вообще наглешь. Нельзя так делать. Вырывать у другого, кто заслужил. Ну, Эйвен наконец-то прибежал. И, Вась, принеси. Ай, все трое побежали. Короче, Мишаню пытаюсь постепенно приучить к игрушкам. Уже давно. И у меня все это никак не получается. Поэтому, когда раньше мне люди писали в комментариях, что, мол, как приучить собаку к игрушке, я думала, что такого-то сложного. А теперь, например, по Мише я понимаю, что это не так просто. То есть мы постепенно, постепенно вот с одной игрушечкой такой у нас есть учимся. Но сегодня это работает, завтра нет. Вот такого, чтобы она реально заинтересовалась игрушками и постоянно в них играла, нет. Я не знаю, получится ли у нас когда-нибудь это сделать. Так, покемон у меня тут рядом. Мишаня, Софиша, а Эйвана опять нет. Вот, Ивась бежит. Ивась бежит. Ивась бежит. Молодец, Ивась. Вот, смотрите, прорубь. И ее вырыли тогда, когда ныряли в прорубь на крещение. Но она уже вся затвердела. Там толстый слой льда. И даже не проваливается туда, ничего. Невозможно провалиться. А вот здесь, мне кажется, рыли рыбу, может, ловили. Потому что у нас тут рыба есть. Короче. Ой, у меня камера грязная. Ай, у меня видео без монтажа. Так, простите, ребят. И куртка у меня грязная. Блин. Это, конечно, странный опыт снимать ролик без монтажа. Потому что многое мне кажется... Вот я, когда монтирую, мне кажется, что вот это неинтересно. Вот это не должно попадать в ролик. Вот это как бы лишнее. И не хочется удлинять ролик. Хочется самое интересное показать. Но получается, что... Давай, прыгай, Сафиш. Давай. Когда вот так снимаешь видео без монтажа, вы вроде как видите все, что происходит. А вроде как это лишнее просто-напросто. Давай. Ай, молодец. Лишняя информация какая-то. Мишаня хвостиком за мной ходит. Сафиша, молодец. Давай, прыгай. Ай, молодец. Прыгай. Ай, молодец. Прыгай. Прыгай. Молодец. Молодец. И если бы сейчас вот у меня была возможность смонтировать... Смотрите, как покемон бежит. Юмичу, беги сюда. Скорей. Молодец. То я замедлила бы какие-то прикольные кадры. Ну, в общем, вот так. По мне это как прямой эфир какой-то. Но опыт интересный. И если вам понравится, как я сказала, да, я сниму, например, неделю такую. Чего ты споришь? Юми, чего ты споришь с тетей Софи? Она старше тебя. А? И опять же, я не вижу на этой камере, что я снимаю. Вообще не вижу. И поэтому могут какие-то кадры быть вообще левой ногой как-то сняты. И плюс ко всему еще звук какой-нибудь косячный. Но вы уж простите, я хотела сделать именно такой формат и подумала, что вам будет интересно посмотреть. Так, я сейчас... Сейчас пока все отвлечены. Блин, Юми меня спалила. Я хотела спрятаться. Софи прям беспокоится, ее прям только игрушка интересует. Да ты ее потеряла! Ой, там Юми села поделать дела. Прикол такой есть, что я сейчас побегу. Я упыдаю! Ай, бегут все! Давай, даже Мишка такая красотка бежит! И Вась, как всегда, последний. Вечно занят какими-то там своими делишками. Да, Юмичу, хотя она девочка, она почему-то метит все, как мальчик. Поднимает вот так вот ногу и на кустике это делает. Я не знаю почему. Возможно, потому что она очень доминантная собака. Ей надо быть главной прям. Даже при том, что изначально Софи... Софи была главной такой в семье. Она контролировала все процессы. Сейчас это хочет делать Юмичу. И она прям постоянно с Софишей спорит. То есть она очень такая прям важная. Вот. Ну, я, если честно, думала, что больше будет видно льда на речке. Но здесь в основном снег. И вам вряд ли видно, что здесь лед на самом деле. И думала, что... Так. Где опять все? Постоянно от меня уходят. Но, опять же, вот это происходит почему? Потому что мы в последнее время не очень часто бываем вот прям далеко от дома, где много всяких разных запахов. А я всегда говорю, что это важно для развития собаки. И многие думают, многие пишут мне в комментариях, что собака не слушается. А что делать на прогулке? Это происходит потому, что она... Ей все интересно. Она все хочет узнать, увидеть. И нет времени на хозяина. Поэтому вот когда мы стали пореже гулять... Юмичу там что-то нашла. Что там было? Ты же сама там и пометила, да? Когда мы стали чуть реже гулять, все тоже стали такие немножко непослушные. И чтобы это вернуть обратно, это послушание, нужно просто почаще гулять, почаще... Юмин на льду скользит. О, смотрите, лёд! Сейчас разбегусь и по льду проведусь. Что, никто не хочет за мной повторять по льду ездить, да? Эйвен, иди сюда! Ать, ать, ать! Ну что? Ну что? Что, пошлите домой? Софиш! Ой, Софиша тут... Миш! Кстати, не знаю, есть у кого-нибудь такое, что вот у вас несколько животных, и вы путаете имена. Я редко это делаю, но иногда почему-то вот так получается, что я зову... Смотрю на Мишу, а зову Софи. Да? Пойдёмте? Никто не замёрз даже, мне кажется. Мишань, пойдём. Сейчас попробуем обратно до дома дойти. Ать, все первые меня залезли. Все быстрее меня. Там какая-то собака лает. Ой, я проваливаюсь. Так. Ай, ай, ай-ай-ай. Миш, пошли. Пойдём. Так, Миша сейчас будет подтупливать. Давай, пойдём. И попробует даже обойтись здесь где-то. Пролезть. Давай, Мишань. Вот. Я попробовала снять такой ролик. Не знаю, понравится вам или нет. Блин, зачем я это говорю? Вообще, я поняла, что очень сложно снимать без монтажа, потому что ты либо не знаешь, что говорить... Блин, я тут проваливаюсь. А Миша залезла всё-таки с другого места. Юми! Ай! Покемон! Потому что очень тяжело сосредоточиться и говорить какую-то информацию. Особенно, когда ты идёшь, ползёшь, такой проваливаешься в снег. Собаки. Всех нужно контролировать. Где Миша опять? Вот она. Пойдём, Сайфиш, пойдём. Вот. Сейчас мы пойдём домой. Да что такое? Мне волос в рот попал. Ещё один. Откуда эти волосы взялись? Блин, сложно. Ролик без монтажа, такая жизнь. Вот, видите, Юми? Юми писает опять с поднятой ногой одной. Юми, что ты делаешь? Ой, 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 нет, простите, это она не писала. Это она... Как можно какать с одной поднятой ногой? Она покакала, и её какашечки, простите за такое, провалились. Чё такое? Провалились вот туда дырку. Чё такое? Юми! Юми, Юми, Юми! Просто тут могут быть собаки, бродячие. И я боюсь, что они такие очень, иногда бывают агрессивные, могут напасть на маленьких. А если большая собака нападёт на маленькую, то капец. Юмичу! Эй, Ван! Ну, вроде никого нет, они просто туда побежали. На кого она лаяла? Так, самые наши две толстушки, Миша и Софиша, они после стерилизации очень поправились и постоянно думают о еде. Я думаю, что у многих, у кого есть собаки, такая проблема есть. И поэтому, чтобы не ограничивать их в питании, я стараюсь всё-таки с ними гулять побольше, чтобы они сжигали этот жир свой. Летом, я думаю, они быстрее похудеют, чем зимой, потому что зимой невозможно так много гулять. Кстати, по поводу стерилизации. Очень многие спрашивают, будут ли у Юми щенки и буду ли я её стерилизовать. Я знаю одно, что это очень... Блин, у меня телефон звонит, а всё без монтажа. Алё! 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 Что-то сбросилось там. У нас эта связь плохо очень принимает. В последнее время ещё проблемы с интернетом. Короче, я знаю, что стерилизация – это хорошо, если ты не хочешь проблем со здоровьем. То есть, либо собака должна рожать, либо надо её стерилизовать, если она рожать не собирается. Знаем, что это жестоко, но это так, ребят. Потому что иначе будут проблемы со здоровьем, как у Софиши. Мы её не стерилизовали, а потом она заболела пиометром, и её пришлось стерилизовать уже, вынудить её просто. Эй! Помните эти заброшки? Вот тут у нас озеро, как раз мы пошли сюда гулять. Целая жизнь с этими заброшками связана. Эй, Иван! Юмичу, пойдём! На кого вы там лаяли, а? Наконец-то я до вас дошла! Ещё сложности снимать без монтажа в том, что ты не успеваешь бежать за собаками, и в итоге они там чем-то занимаются, а ты не можешь это снять. Обычно я просто догоняю их. Где Эйван опять? Снимаю, а потом как бы режу кадр. А сейчас мне нужно до них добегать, догонять их. Опять Эйвана нет. Да что такое? Эйван вечно сам по себе тусовщик такой. Он куда-то уйдёт, и потом жди его, ищи его. Эйван! Эйван, иди сюда! Фух, что-то я устала забираться по этим сугробам. Эйван, иди сюда! О, бежит. Я слышу, там где-то большая собака лает. Что, покемон? Что, покемон? Эйван, ну что такое? Всё, мы пошли без тебя. Хватит нам уже писькать везде. Мы уходим без тебя. Всё, пошлите, девочки. Уходим от Эйвана. Пусть сам ищет дорогу домой. Да нет, вот он лежит на самом деле. Не думайте, что я так собак могу бросить свою. Ну что ж, ребят, уже камера мне показывает 25 минут видео. Ха, я планировала 10, но получилось 25. Надеюсь, вам понравился такой формат. Пишите в комментариях. Ать! Всем пофиг на игрушки. Ставьте лайки, голосуйте в вопросе, переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах. И увидимся скоро в новых видео. Да, конечно. Я должна сама игрушки подобрать, потому что все убежали. Всё. Наше первое видео без монтажа влог закончено. Увидимся.